здравствуйте меня зовут дарина я психолог обычно после этих слов когда я говорю в той или иной компании я вижу как люди начинают изменяться в лице я вижу что они начинают о думать возникают какие-то такие опасения вообще в нашем обществе очень много возникло почему-то мифов о психологах вот поэтому я их не особо знала но я с ними сталкивалась вот уже в такой форме когда ко мне подходили и говорили ну давай что-нибудь расскажи мне обо мне или оба о моей семье для моих проблемах тыс психолог вот поэтому сегодняшняя моя реакция будет посвящена легендам и мифах о психологах о тыс психологов также расскажу о том как отличить психолога от психотерапевта и психиатра нужен ли вам кто-то из них вы тоже себя про про диагностируете и также в конце я расскажу немножечко коснусь о современных направлениях психотерапии забываю нажимать кнопочку вот итак первое сначала рассмотрим вообще кто же такой психолог официальное определение психолог от греческого психея душа лого знания это специалист который изучает психические явления личности в различных сферах жизни для научных и прикладных задач а также для оказания психологической помощи и для сопровождения человека на пути его исследования собственной психики и так далее первый миф человек сам себе психолог я думаю что многие задумывались над тем зачем мне психолог я и так прекрасно все понимаю себе если хорошо подумать есть то вообще разберусь со всеми своими проблемами она на самом деле действительно мы можем себе помочь можем во многих ситуациях сложных себя поддержать психологических ситуациях до сложностей каких-то вот можем еще обратиться к друзьям как обычно тоже принято у нас не сложно послушай меня может быть что-то подскажешь но в этой ситуации я думаю что можно привести пример с другими специалистами вот если например у вас болит зуб и наверняка ваш друг точно знает что если пополоскать содой содовой водичкой или ромашкой то скорее всего зуб у вас чуть меньше начнет болеть но лучше обратиться к специалисту который точно знает что делать с этим зубом да точно также и с психологом следующий миф что психологи это такие безотказные добряки которые так и вот мечтают всем помочь в любое время при любых обстоятельствах только и ждут но на самом деле психолог это профессия не стиль жизни психолог это не мессия который выбрал своим путем помощь людям и этим только и живет то есть это точно такие же специалисты которые приходят на работу владеют определенными знаниями специальными уходят и перестают быть психологами дома к сожалению для многих близких которые считают что психолог психолог решает за людей их проблемы за деньги вот такой следующий миф я с этим мифом сталкивалась когда я работала в школе особенно много потому что ко мне приходили родители и приводили своего ребенка говорили вот вам ребенок у него проблемы сделайте что то есть с ним да потому что выше психолог а на самом деле это сделать сложно почему потому что психолог он не решает за человека он только создает условия при которых человек оказывается сам способен решить свою проблему и при этом клиент должен быть готов решать свою проблему он должен хотеть ее решать если приходит человек и говорит мне сказала мама или друг что обратись к психологу тебе тебе поможет когда вы спрашиваете а у тебя есть проблема нет нет у меня все нормально мне все устраивает то есть психолог здесь никак не поможет никакого удовлетворения другу или маме не получится принести значит следующий миф переходим это один из моих любимых мифов потому что я с ним сталкиваюсь очень в семье потому что считается что если человек по образованию психолог то у него все вообще хорошо в жизни у него дети послушные хорошо учатся муж не изменяется работа все хорошо и главное никаких комплексов у него нету но тоже это не так потому что психолог это тоже человек изначально в психологии идут вообще люди вот если спросить студентов которые пришли на первый курс психфака да почему ты все пришел обычно говорят я хочу разобраться в себе решить свои проблемы и понять других то есть изначально такая выборка уже у психологов образовывается изначально предрасположенных к самокопанию к самоисследованию и с какими-то своими личностными проблемами что это их даже сподвигло на на то чтобы на выбор профессии до повлияло вероятность решения проблемы с которой обращается клиент зависит от многих факторов эти факторы зависят как и от психолога так и от клиента что зависит от психолога от психолога зависит уровень его подготовки его личные качества то есть какие знания он получил как долго какой у него опыт и так далее от клиента зависит очень многое в основном это осознание своей ответственности за происходящее и готовность взять на себя эту ответственность да быть честным открытым и ну готовность работы над собой то есть человек должен быть мотивирован он должен прийти к психологу со своим желанием меняться да они кто-то его послал следующий миф что психолог видит людей насквозь такое хобби у него но на самом деле правда рядом он может где-то прогнозировать возможные реакции человека но только в профессиональных целях просто потому что ну нет смысла зачем хотя на первых этапах когда психолог получает образование когда он только-только понимает что вот вот у тебя такой вот темперамент у тебя такие вот свойства личности так очень хочется очень хочется начинающим психологом ну причинить добро ближнему рассказать о нем и рассказать как плохое так и хорошее ну в общем всячески ему поведать о себе и поэтому возникает такое ощущение что вот все психологи они вот такие ходят экспериментируют нет начальный такой этап когда психолог учится действительно хочется поделиться своими открытиями переходим к следующему мифу что психологом ходят психи но психолог он лечит нормальных людей со здоровой психикой с нездоровой психикой обращается к другим специалистам обращение к психологу не является показателем слабости то есть больше это говорит о том что человек готов изменяться готов менять свою жизнь к лучшему осознанно и при этом берет на себя ответственность ну вот подытожим кто такой обычный психолог и ты же психолог обычный психолог вот такой вот требует деньги за консультации сложные термины говорит не хочет разбираться твоих проблемах в общем такое скучный бесполезный человек меркантильный при этом ты же психолог он такой помогает бесплатно в любое время суток дает бесплатные советы с любым человеком сразу же находит общий язык ну в общем вот такой вот небольшой итог по мифам сейчас хочу рассказать о о том как отличить психолога от психиатра психотерапевта тоже очень много раз я слышала о том что психотерапевт психолог это одно и то же но если очень просто сказать что все психоаналитики психотерапевты они являются психологами но не все психологи психотерапевты если кратко так проанализировать сравнить психолога психотерапевта и психиатра то вот если по одному слову да то психолог он диагностирует в основном он сидит в кабинете с тестами и в конце прохождения вами какого-то теста он выдает вам рекомендации он ни в коем случае не лечит медикаментозно он диагностирует в отличие от психиатра психиатр это врач который проучился пять лет в университете медицинском потом еще несколько лет в ординатуре и он в отличие от психолога он лечит даже против воли иногда достаточно согласия близких родственников он может ставить диагноз он выписывает медикаментозные какие-то средства лечения лечение идет не только медикаментозная но зачастую именно с психотерапевтическими методами психотерапевт психотерапевт это не всегда врач точнее он может быть врачом а может быть и с общим психологическим образованием психотерапевт он проходит кроме обучения базового психологического или медицинского он прорабатывается со своим но если очень просто говорить со своим психотерапевтом для того чтобы не переносить свои проблемы в последующем нас на своих клиентов но если очень простой такой пример привести если вы приходите к другу и говорить о своей проблеме то часто он будет вам рекомендовать из своего опыта. Ну, что-то будет похоже, что «О, у тебя проблемы с другом, у меня тоже такое было, это от этого, и от этого, и от этого». Зависит, да? То есть он будет свой опыт переносить на вашу ситуацию. Для того, чтобы этого не было, психотерапевт дополнительно проходит терапию у своего психотерапевта. Он, нельзя сказать, что он не лечит, лечит душу, корректирует психоэмоциональное состояние, и не только. Где можно найти психологов? Психологи работают в основном в образовательной сфере, в кадровых службах, научно-исследовательской деятельностью могут заниматься, и частную практику тоже могут открывать. Психиатр. Психиатр работает, он врач, работает в психиатрической больнице, тоже может открыть частную практику. Ну и психотерапевт. Чаще всего у него частная практика, потому что нигде нету таких вот мест, рабочих мест, которые психотерапевтически бы требовались именно психотерапевты. То есть либо психологи, либо психиатры. Нужен ли вам психолог? Вопрос такой личного характера, потому что при одних и тех же проблемах один человек может считать, что это настолько невыносимые его психические проблемы, настолько его тревожащие, что ему необходим психолог. Другой человек, возможно, при таких же проблемах даже больше, может считать, что у него все нормально и он справляется. То есть вопрос это такой довольно личный, субъективный. Статистика обращения к психологу. Вот если сравнить, сколько человек, какой процент людей к психологу приходит в Украине и в Америке, то на Украине это составляет примерно 12%. 10-12% в нашей стране обращаются к психологу. В отличие от Америки от 40%. Как вы думаете, почему такая большая разница такая? Лучшая жизнь у нас. Стрессовые ситуации там. У нас такая спокойная, да? Какая? В Америке психологи квалифицирования. Ну, я выделила несколько причин. Некоторые перекликаются с вами. То есть действительно разный уровень достатка. Психотерапевтические услуги, они не дешевые. И у нас просто даже если есть такая потребность, не всегда человек готов выделить деньги и пойти к психологу, психотерапевту, просто потому что это бывает дороговато. Для человека. мы дружим. Вот такая причина. Мы действительно дружим по-разному. Это мое такое субъективное ощущение причины обращения, не обращения к психологу, потому что у нас действительно в культуре как-то вот принято действительно больше делиться, больше открываться и быть более такими друзьями, ну что ли, эмпатийными, поддерживающими. вот один из таких. Причина следующая страх. Ну, страхи, они базируются на тех мифах, которые у нас есть в обществе, да, о том, какие психологи бывают, какие они, что к ним ходят психи, ну, в общем, те, которые мне перечислили, да, некоторые из них, что как меня будут воспринимать после того, как я обходил психолога, да, то есть вот такие. Четвертая причина, что у нас в стране отсутствует принудительная консультация с психотерапевтом, то есть такая практика у нас отсутствует в основном, то есть в Америке если произошло ну, какое-то правонарушение, человека обязывают пройти курс у психотерапевта. У нас такого нет, то есть в Америке если ты проходишь курс психотерапии после какого-то незначительного преступления, могут даже не посадить в тюрьму, да, то есть такое исправительное такие. Современные направления психотерапии. Это психоаналитическое направление, когнитивно-поведенческое, экзистенциально-гуманистическое. Это такие основные направления, которые, ну, вот я сейчас вкратце о них расскажу, что и что. первое психоаналитическое направление. Из этого направления возникло очень много современных психотерапевтических направлений, так сказать, дочерних. Цель этой терапии отреагировать травму, то есть извлечение травмировавшего переживания бессознательного, да, то есть что-то в детстве, но я думаю, что многие слышали о том, что психоанализ это такая долгая практика, которая путем ассоциации вытягивает какие-то воспоминания из-за бессознательного и эти воспоминания так или иначе потом анализируются и приводят к осознанию и изменению сегодняшней жизни, да, то есть это такая долгая практика психоаналитическая. То, что происходит сегодня, такие дочерние направления так или иначе тоже призваны выводить травму наружу через арт-техники какие-то, через рисунок, через работу с голосом, через танец, так или иначе. Когнитивно-поведенческое направление цель этого направления психотерапевтического это распознавание неадаптивных мыслей, да, базируется эта психотехника на многих исследований по, ну, в общем, бихевиоральных, то есть которые скиммер, в общем, я думаю, что вы слышали, когда есть какой-то стимул, он действует на психику и мы получаем какую-то реакцию. Если мы изменяем, изменяем вот здесь вот правила промежуточного убеждения, если мы можем изменить какое-то здесь убеждение, то мы изменим на выходе эмоцию или какую-то реакцию. То есть какие направления из этой ветви психотерапии вышли? Это и НЛП, и коучинг, то есть которые призваны переучить каким-то образом человека, ну, чтобы ему было комфортнее жить. Экзистенциально-гуманистическое направление психотерапии. Цель ее это быть осознанным, быть осознанным в жизни, осознавать свои потребности и стремиться к самореализации. Вот на картинке здесь пирамида, известная Маслоу, которая говорит о том, что сначала для того, чтобы дойти к самоактуализации нужно удовлетворить физиологические потребности, потребность безопасности, социальные потребности, потребность уважения и так далее. То есть вот такое направление, но я не буду очень-очень подробно рассказывать, то есть это вкратце. Сегодня такая тенденция, что психотерапевты не работают в одном направлении. То есть, как правило, это несколько психотерапевтических направлений. психолог, психотерапевт подбирает для клиента то, что больше откликается, через что клиент легче может приблизиться к своему бессознательному, отреагировать, через какой канал. То есть таким образом подбирается техники. Вот. Ну, я очень рада, что я сегодня вам рассказала о наболевшем, о мифах, ты же психолога, немножечко рассказала о том, что чем отличается психолог от психотерапевта. Я думаю, что вы определились, нужен ли вам кто-то из них. И большое спасибо за внимание, если есть у вас вопросы. АПЛОДИСМЕНТЫ субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,